Анжей Павлюков и Денис Батчаев Записать ребенка в спортивную школу или секцию просто. Самый доступный вариант – обратиться на их странички в социальных сетях. Тренеры говорят, что обычно из двух-трех десятков новичков в спорте остается пара человек. Остальные с годами отсеиваются. Но в любом случае занятия в зале не проходят зря. Здоровье, физические данные. То есть ребенок может постоять за себя, не дать в обиду кого-то из друзей. Может просто хорошо же быть самым быстрым, самым сильным, самым ловким. Чем это не мотивация? Что касается постоять за себя, то здесь главное – уверенность в собственных силах. Именно это качество позволяет настоящим мастерам единоборств избегать конфликтов. Грубо говоря, драться на улице спортсмен не станет. Ну точно не на улице с кем-то подраться. Это вообще не думает, что это правильно. Если ты спортсмен, то хочешь кого-то, бьешь что-то, то ничем не занимается. Но это неправильно. Потому что ты как бы более развит физически, чем он. Некоторые родители опасаются приводить детей в секции единоборств из-за существующего стереотипа. Якобы поединки – это сплошные синяки и переломы. Но дзюдоисты и самбисты знают – вероятность травмироваться вполне можно свести к нулю. Ну вообще, да, вообще травмоопасный вид спорта. Но смотря как ты будешь к этому ко всему подходить, если с головой, то можно и без травм обойтись. А если с ума сходить в зале или что-нибудь делать, не то что говорит тренер, то можно очень много травм получить. Главное – слушать тренера. Европа, мир, Олимпиады – это наши цели. Потому что сейчас и по юношам, и по юниорам Олимпиады проводятся. Мы стремимся туда, на вершины Олимпа. Шансов много? Шансы есть всегда. Ну, у этих ребят шансы велики попасть. В первую очередь в сборную страну. Ну, Анджеев в сборной, Денис в расширенном составе сборной. Перспективы есть. Работаем над тем, чтобы закрепиться в сборных. И чтобы наша мечта сбылась. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Продолжение следует.